Привет, друзья! К сожалению, многим людям в этом мире совсем не просто принимать себя такими, какие они есть. По статистике, лишь немногие из нас довольны своим телом и внешностью. А посмотрев в зеркало, очень часто мы видим недостатки, которые нам бы так хотелось изменить. Да и что там говорить, ведь думаю, ни для кого не секрет, что все мы разные, полные, худые, высокие и низкие. И иногда в гонке за идеальной внешностью мы всю жизнь можем прожить не так, как могли бы, всё время комплексуя и считая себя хуже других. И наша следующая история как раз и будет о том, что прежде всего все наши проблемы у нас в голове, и очень часто даже то, что всю жизнь нам казалось изъяном, может быть лишь только достоинством. Джастин Стюарт родился и вырос в штате Нью-Джерси в США. Он был желанным и долгожданным ребёнком в семье. Его жизнь могла бы быть идеальной, если бы не особое внимание окружающих к его носу. Дело в том, что парень родился с не до конца сформировавшимся носом, по-наученному с фронта назальной дисплазией, а причиной такому дефекту стали мутировавшие гены. Думаю, не нужно вам и говорить, что быть не таким, как все, очень сложно. И если младенчество проходило для Джастина счастливо, то школьные годы были сущим кошмаром. Одноклассники ежедневно насмехались над парнем и дразнили его. Так продолжалось много лет. Он был белой вороной, заниженной самооценкой. Можете себе это представить? В школе он даже никогда не фотографировался вместе с остальными учениками. Да и вообще, он избегал зеркал, не любил фотографироваться и, по возможности, всегда просто старался избегать других людей. Как следствие, он был не уверен в себе и считал, что он хуже всех на всём белом свете. Мои родные и близкие никогда не акцентировали внимание на моём носе. Но каждый поход в магазин, школу или просто в парк на прогулку было большим испытанием и потрясением для меня. Знаете, как меня называли другие дети? Они говорили, что я Волан-де-Морт из Гарри Поттера, после чего всегда смеялись. Мне приходилось опускать глаза в пол и появлялось желание сквозь него провалиться. Со временем я так привык к этим словам, что даже стал верить, что я какой-то фрик, рассказывал однажды Джастин. В общем, с каждым годом становилось всё хуже и хуже. И особенно тяжело было Джастину смириться со своей, так сказать, неординарной внешностью в подростковом возрасте. Битьё зеркал, стремление спрятаться от всего мира на безлюдном острове, жизнь парня казалась ему никчёмной. С девушками также, думаю, как вы понимаете, было сложно. В то время как одноклассники радовались жизни, встречались и создавали пары, наш герой сидел дома и смотрел, как жизнь проходит мимо него. Вечеринки, выпускной, всё было мимо. А девушке, которая ему так сильно нравилась, он за все эти годы так и не сказал о своих чувствах. С самого детства я не любил себя. И хотя мои родные говорили мне, что я самый лучший, но, конечно же, я в это не верил. О, смотри, утёнок идёт. Далее раздавался пронзительный смех, от которого у меня щемило в груди. С грустью вспоминал парень. И, возможно, друзья, жизнь Джастина Стюарта не изменилась бы никогда, и он бы просто стал отшельником без друзей, хорошей работы и желания жить на полную грудь. Но, как бы странно это ни звучало, а всё изменилось в одно утро. Проснувшись рано весенним днём, парень открыл окно и посмотрел на улицу. За окном светило яркое солнышко, а люди спешили по своим делам. Они бежали кто куда, совсем не обращая внимания на других. И именно в тот момент он понял, что хоть с красивым носом или с дефектом, как у него, но ничего в мире не изменится. Всё так же будут петь птицы, светить солнце, а люди будут спешить по делам. То утро было для Джастина отправным пунктом в новую жизнь. Ведь именно тогда он принял для себя решение, что не нужно бояться своего отражения в зеркале. Он дал себе слово, что не будет больше прятаться от всего мира. Даже совсем наоборот, он покажет себя и свой нос всему миру. Наверное, многие сейчас подумают, что это были пустые слова. Но как бы не так, Джастин начал действовать и позже круто изменил всю свою жизнь. «Долгие годы мне было морально тяжело в первую очередь из-за того, что я близко принимал в свой адрес слова других людей. Я так зациклился о том, что обо мне думают окружающие, что никак не мог повысить свою самооценку. Но как только я стал думать о себе и о том, что мой нос является даром, то мне удалось принять себя таким, какой я есть». Интересно, но парень одно время даже подумывал над тем, чтобы обратиться за помощью к пластическому хирургу для устранения дефекта носа. Но сейчас он радуется тому, что отказался от этой идеи. Так как же Джастину удалось изменить свою жизнь? А всё очень просто. Вместо того, чтобы прятаться от всего мира, как он делал это ранее, он решил, напротив, показать себя таким, какой он есть. Парень, который никогда не фотографировался и избегал фотографий, завёл страничку в социальной сети и наоборот, стал делать фотографии себя, показывая остальным таким же, как он, что это вовсе не страшно. Он ожидал услышать о себе всё, что угодно. Он ждал насмешек и плохих комментариев, но всё было совсем по-другому. Люди стали писать о том, что у него очень хорошие фото и что он большой молодец. И уже спустя некоторое время человек, который боялся в прямом смысле слова показать свой нос из дома, стал настоящей звездой. Он публиковал фотографии, тем самым борясь с самим собой и уже вскоре понял, что всё не так страшно, как ему когда-то казалось. И вы не поверите, но именно благодаря дефекту носа парень стал известен на весь мир и сейчас зарабатывает миллионы долларов. В 2019 году Джастина Стюарта через социальные сети нашло одно модельное агентство и предложило провести съёмку. Для парня такое предложение было шокирующим, но всё же он согласился. Но, как говорится, первый блин комом и его первая съёмка прошла просто провально. Парень не мог расслабиться перед камерами и чувствовал себя очень неловко. В итоге фотографии не понравились агентству. Они не предложили парню сотрудничества и он уехал домой с опущенным носом. Но парень горевал недолго. Он всё так же старался жить на полную грудь и не прятать своё лицо от внешнего мира. И спустя всего пару месяцев произошло то, чего он точно никак не ожидал. Однажды он получил сообщение, где представитель крупного модельного агентства писал о том, что хочет с ним встретиться. А уже на следующий день оно предложило подписать полноценный контракт. С той поры, как наш герой сидел дома и просто глядел на улицу из окна, боясь там показываться, до момента подписания контракта прошло всего два года. И его жизнь просто перевернулась. На сегодняшний день Джастин Стюарт живёт в Нью-Йорке в своей собственной квартире. Сейчас парень сотрудничает с такими брендами, как Томми Хиллфайгер, Вранглер, Адидас и Таргет. В перерывах между съёмками он готовится к поступлению в колледж Джексонвилла и планирует получить степень по коммуникациям и связям с общественностью. Также после того, как он принял себя таким, какой он есть, отношение к противоположному полу также изменилось. Теперь он не боится знакомиться с девушками и вовсе не обделён их вниманием. «После того, как я подписал контракт, моя мама сказала, что именно мой нос сделал меня уникальным и помог выделиться из толпы. Я никогда не думал, что моя жизнь будет связана с фотографией и моделингом. То, чего я боялся всю жизнь, предопределило мой успех», – рассказывает Джастин. Путь парня с выраженным дефектом носа был длинным и тернистым. Потребовалось много времени, чтобы переосмыслить всё и принять себя таким, какой он есть. Он превратил свой недостаток в своё достоинство и теперь может заниматься тем, что он хочет и что ему действительно нравится. И самое главное, что он счастлив, а этого не купишь ни за какие деньги. Как говорит сам Джастин, искренне любите каждый миллиметр пусть и не идеального, но своего тела. Если вы примете себя, то увидите, что жизнь станет проще. Какие бы у вас ни были недостатки, но в любом случае нужно помнить – ты прекрасен. И это касается не только внешности. Если вас кто-то не понимает, то это просто не ваш человек. В мире много людей, которые даже могут вам позавидовать, ведь каждый из нас – индивидуальная личность. И всё зависит прежде всего от того, как мы сами себя воспринимаем и что у нас в голове. В общем, вот такая вот история парня по имени Джастин, который однажды решил изменить свою жизнь и у него всё получилось. Друзья, а как вы думаете, правда ли все проблемы только у нас в голове? Обязательно пишите своё мнение в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал и до скорого. Пока!